Доброе утро, благословенного дня и открытых Божьих источников! Пустите эту живую воду туда, где в ней нуждаются, чтобы те пустыни, которые вокруг нас, может быть, годами создавались, чтобы они стали расцветать. Потому что Бог пообещал через пророков к концу времен, что пустыня станет садом, а степь станет лесом. И когда Бог пророкам давал это понимание, тем самым он заглядывал наперед, потому что он видит конец из начала. И когда мы с вами живем в конце времен, то мы можем брать эти места Писания и утверждать в своей жизни, и сказать, Господи, я твой канал, наполняй меня живой водой, наполняй мои уста словами, которые оживотворяют пустыню, и сердца человеческие приводят в трепет перед тобой и в ожидание твоих благословений. И так как вера есть осуществление ожидаемого, то пусть в наших сердцах поднимается то, что нам важно ожидать. И слава Богу, что ни один из нас не останется без результата и плода, если пойдет таким путем, если будет понимать, что молитвы не тщетны, они не остаются на земле, они не расстилаются по земле, а они поднимаются в небеса. Они там имеют свой адрес, куда они и направляются. И поэтому все, что стоит на пути таких молитв, пусть оно будет убрано как препятствие и преграда, потому что, еще раз повторяю, мы с вами каналы, по которому течет жизнь, жизнь, идущая от престола славы. И сегодня мы с вами читаем третий стих двадцатого псалма. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Идет речь о царе. Господи, силой Твоей веселится царь, и радостью о спасении Твоем безмерно радуется. Это тот стих, который мы читали в прошлый раз. И вот тогда, когда мы веселимся о Божьей силе, когда мы безмерно радуемся о спасении, то тогда и следующий стих является продолжением вот этого состояния сердца. И вот то, что мы сейчас уже прочитали. Ты дал ему, чего желало сердце его. Как многие люди на этом как раз концентрируются. Вот у меня просьба, вот у меня желание, вот Господь ответь на это. Не понимая, что, может быть, это принесет тебе вред, потому что ты сейчас не готов к этому. Либо, прося, может быть, для кого-то, ты тоже не понимаешь Божьей воли об этом человеке, и просто настаиваешь на своей. И почему Христос давал нам пример в своей молитве? Молясь о разных вопросах, говорил, да будет воля Твоя. И поэтому сегодня у нас с вами есть необходимость тоже понимать, чью волю мы хотим, чтобы она пришла в нашу жизнь. Когда мы на своей настаиваем, то мы в этом, конечно же, оказываемся очень и очень уязвимы. Потому что воля, которая человеческая воля, она исполняется здесь, на земле, и достаточно может быть, ну, не то чтобы вредной и опасной, но и то, и другое может иметь место. Особенно, когда в эгоизме человек на чем-то настаивает. И, соответственно, когда мы с вами читаем эти слова, ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Я думаю, что многие люди увидят, насколько по-разному реагировало небо на молитвы, когда мы придем в вечность. Чьи-то молитвы, они принимались как определенного рода весомые, значимые, а чьи-то расстилались по земле, не поднимались наверх и были отринуты по разным причинам. Сейчас мы не будем рассматривать причины отринутых молитв, но так хочется, чтобы наши молитвы всегда вызывали в Божьем сердце вот тот отклик, на который мы можем, приходя, говорить, Господи, я благодарю Тебя, что Ты не отринул моих просьб, а не пришли пред Твое лицо, потому что я продолжаю веселиться о силе Твоей и радоваться безмерно о спасении Твоем. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем Тебя об этом просить. Пусть радость и веселье в нас умножаются, и просьбы и молитвы наши будут иметь вес и значимость в Твоих глазах. Я благодарна Тебе, что у нас есть тот Бог, который дал нам необходимость иметь в Своем сердце, переживать эту необходимость, чтобы наши сердца, наши уста, наши мысли, наши чувства не оставались без ответа небес. Я благодарю Тебя, что мы, живя на этой земле, так нуждаемся, чтобы небеса реагировали на наш голос. Поэтому пусть всегда голос наш звучит в центре Твоей воли, с пониманием Твоих благословений. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»